Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире телеканала ИТВ программа «Наши новости» в студии Егор Зайцев. Прямо сейчас поговорим о важных событиях, которые сегодня произошли в Крыму. Лишаются родительских прав чаще, чем их обретают. В столичной администрации рассказали о динамике в сфере опеки и попечительства. Федеральное законодательство позволяет гражданам Российской Федерации встать на учет в качестве кандидата в усыновители в любом городе страны. Поломанный позвоночник и долгие месяцы реабилитации. Жительница Симферополя продолжает отстаивать свои права в суде. По вине этих служб, которые ничем не занимаются, я стала инвалидом. Крымские чиновники покидают свои рабочие места. Сразу трех своим указом освободил от должностей глава республики Сергей Аксенов. Первый зам министра экологии природных ресурсов Крыма Игорь Михаленко покинет свой пост 14 августа в связи со стечением срочного служебного контракта. Александра Баса от должности первого заместителя начальника службы капитального строительства освободили по соглашению сторон. По той же причине ушел со своего поста Сергей Бедрык, заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым. Указы размещены на официальном портале правительства Республики Крым. О лишении родительских прав и об усыновлении детей, о том, насколько город готов к осени и зиме и как столичные власти будут бороться с пробками в Симферополе. На оперативно-хозяйственном совещании в администрации обсуждали эти и другие важные вопросы. Подробности заседания у нашего корреспондента. За этот год в Симферополе усыновили 8 детей. Среди усыновителей есть и иностранцы. Скоро приобретут семью еще три ребенка. Кому счастье, а кто-то лишается родительских прав из-за своего непорядочного образа жизни. Так, в крымской столице за первое полугодие 52 родителя были разлучены со своими детьми. Ограничены в родительских правах 7 граждан. Опека и попечительство, что ни одно и то же с усыновлением, оформлены над 55 детьми в этом году. Федеральное законодательство позволяет гражданам Российской Федерации встать на учет в качестве кандидата в усыновители в любом городе страны. Всего таких граждан на учете в городе Симферополе 126. Из них 105 – это жители Севастополя, регионов Крыма, материковой части. Как правило, в приемных семьях дети ведут активный образ жизни. Родители помогают им в социализации. Многие демонстрируют свои таланты на конкурсах и олимпиадах федерального уровня. В администрации Симферополя довольны таким положением дел и благодарны приемным родителям. Кроме динамики в сфере опеки и попечительства, на очередном оперативно-хозяйственном совещании обсуждали и актуальные для города проблемные вопросы. Готовность к осенне-зимнему периоду еще не равна 100%. В определенных местах идет ремонт и реконструкция теплосетей. К примеру, на Толстого и Карла Маркса. Столичные школы готовы к холодам на 70%. Кроме того, в Симферополе по-прежнему обеспокоены состоянием дорог. «Были начаты работы по ямочному ремонту. В частности, выполнена приблизительно на 60% улица Балакуна. Планируем в ближайшие два дня закончить эту работу. Также начаты работы по ремонту тротуаров на улице 51-й армии». Говорили на совещании и о пробках в крымской столице. По словам временно исполняющего обязанности начальника Симферопольского отдела ГИБДД, заторы на улицах города из-за многочисленных дорожных работ. Особенно ситуация накалена на Евпаторийском шоссе. Утром в город не заехать, вечером не выехать. Чтобы решить проблему, предлагают пересмотреть время на светофорах и перенести один из пешеходных переходов на несколько метров дальше, чем он расположен. Мэри Бадунс, Петр Кусы, Служба новостей и ТВ. Семинарский сквер. В центре Симферополя здесь расположено городское кафе и детская площадка. Каждый день этой дорогой на работу ходит Алексей Сопин. В один из жарких дней внимание мужчины привлекли ветки большого размера, лежавшие прямо на тротуаре. Видны здесь до сих пор и последствия былых падений. Например, об опасности коммунальным службам и горожанам до сих пор напоминает покореженный забор. Учитывая погоду, Симферополец уверен, если на проблему вовремя не обратить внимание, последствия могут быть самыми печальными. Обратил внимание, ветки после сильного ветра лежат, никому не нужны, никто их не убирает. А если бы они падали на людей, на машины, куда они еще могут падать, то было бы горя побольше. Я видел упавшую ветку на улице Горького. Лет 10 назад она упала на писателя. Это было жутко. Убило его. О всей серьезности возможных последствий несвоевременного спила сухих веток телеканал ИТВ неоднократно информировал телезрителей в сюжетах. Проблема существует повсеместно. В особенности это касается мест массового пребывания детей. В столичном детском парке есть проблемные места в непосредственной близости от игровой площадки. Пенсионерка Ольга Епаева дважды в день приходит гулять сюда с маленькой внучкой. В такую жару приходится быть особенно бдительной. Бывает, что когда ветер, сухие ветки падают. Бывает, да. Это, конечно, опасно. Сухие ветки очень опасны, потому что и может и взрослых задеть, и детей задеть. Поэтому за сухими ветками смотреть надо обязательно. Впрочем, проблема не секрет для администрации парка. Его руководитель Александр Шабанов уверяет, деревья осматривают ежедневно. Но, правда, есть определенные нюансы, из-за которых опасность выявить получается не всегда. Это как резкий порыв ветра. Он может деревья с большой кроной также поломать. Также летний период, когда большая жара, быстро дерево высыхает, и какие-то ветки становятся тоже опасными. Также еще есть один фактор, который очень сложно выявить. Это весной, когда деревья начинают набираться листвы, и, конечно же, ветки становятся более тяжелыми. И что влечет к падению больших веток, даже деревьев целиком. Таким образом, предугадать точно, где упадет ветка в жару, невозможно. В администрации Симферополя горожан призывают к активности, чтобы предотвратить вероятные трагедии. В том случае, если жители столицы заметят на улице потенциально опасное дерево, им необходимо заявить о нем в департамент городского хозяйства, курирующий вопрос спила веток. Затем на место выйдет специалист, который после осмотра и выписки порубочного билета примет решение об устранении ветвей. Тарас Брезицкий, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. К сожалению, далеко за последствиями ходить не приходится. Очередное судебное заседание по делу об упавшем на женщину дереве прошло сегодня в Симферополе. Истец настаивает, что виновным в трагедии необходимо признать администрацию крымской столицы. В свою очередь, представители городских властей отрицают свою причастность к ЧП. Сумма компенсации, которую требует пострадавшая, порядка 1 миллиона рублей. Хруст сухой древесины, а затем сильный удар. Именно так описывает жительница Симферополя трагедию, когда в прошлом году на нее упало дерево. Историю Людмилы Скалдиной наш телеканал рассказывал неоднократно. Последнюю встречу за съемочной группой ИТВ пострадавшая женщина уверяла, несмотря на тяжелое состояние здоровья, сдаваться она не намерена и будет добиваться справедливости до конца. Посмотрите, сколько по городу этих деревьев, не спиленных, сухих. И вообще это ужас какой-то. Буду требовать компенсацию. В каком размере? Ну, я не знаю, так как я думаю, не меньше миллиона. Потому что, извините, я здоровый нормальный человек. Меня по вине этих служб, которые ничем не занимаются, я стала инвалидом. Сегодня в здании Центрального районного суда Симферополя прошло очередное заседание, на котором устанавливались все детали случившегося. Осуществлять видеосъемку запретили по причине возможного разглашения всех деталей о состоянии здоровья пострадавшей. В рамках рассмотрения дела судья изучила дополнительные материалы, а также постановила о необходимости привлечения третьих лиц. Следующее заседание назначено на первые числа сентября. Очень корректная судья. Но администрация затягивает время. Ну, наверное, это как бы... Я понимаю, что это естественно для них. Но для нее это каждый день. То есть назначено заседание на первое сентября, как вы слышали. А для такого тяжелого больного каждая неделя это проблема. По словам Алексея Горького, сейчас Людмила Скалдина чувствует себя уже лучше. Однако нужно понимать, что переломанный позвоночник не позволяет человеку жить полноценным образом. В свою очередь администрация города отрицает свою вину в случившемся и требует дополнительных разбирательств. Наш телеканал будет следить за дальнейшим развитием событий. Егор Зайцев, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ. Серийного квартирного вора задержали в Симферополе правоохранители. По информации следствия, мужчина проникал в жилище через окно в отсутствие хозяев, забирал деньги и драгоценности. Уже точно установлено, что 41-летний севастополец совершил 8 краж. Одна из таких произошла в квартире 70-летней женщины. Не найдя ничего подходящего, задержанный забрал 20 икон-кулонов, изготовленных не из драгоценных металлов. Почти все украденное севастополец продал на одном из городских рынков за 10 тысяч рублей. Согласно санкции статьи, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Раньше севастополец уже имел проблемы с законом. Срок наказания за совершение имущественных преступлений он отбыл всего 3 месяца назад. Во второй части нашего выпуска вы увидите. Вместо 60 рабочих к ремонту улицы Толстого привлечено всего 15. Глава Крыма Сергей Аксенов лично проинспектировал объект и остался недоволен. Мне не надо к отопительному сезону, город станет Симферополь. Здесь коллапс будет, вы что, не понимаете? Толстого и Роза Люксембург закрыты. Трое суток на батуте в открытом море без воды и пищи. Житель Херсона спасен крымскими пограничниками. Глава Республики Крым в рамках рабочего отпуска проинспектировал ремонт теплотрассы и водопроводных сетей на улице Толстого в Симферополе. По мнению Сергея Аксенова, на участке катастрофически не хватает людей, а задержка срока в завершении работ станет причиной транспортного коллапса В связи с этим подрядчики должны выходить на объект в две смены. К ремонту теплотрассы на улице Толстого не привлечено и половины рабочих от нужного количества. Вместо 60 человек Сергей Аксенов застал на объекте всего 15. Из-за этого поставленные задачи выполняются с явными задержками, что чревато срывом сроков сдачи объекта. Глава Крыма подчеркнул, если работы не будут оперативно выполнены, столица увязнет в пробках. Давайте посчитаем, сколько человек у вас должно работать. Я не хочу с вами. Нет, а что нас спорить? Так нет, я тоже вас уважаю, но я просто говорю, это же работа, вы понимаете, что станет город Симферополь? Да, конечно. Когда вы сдаете объект? Вот смотрите, вот эта сторона уже готова, будем засыпаться. Здесь вот сегодня... Нет, нет, когда вы сдаете объект? Вот вы там засыпаться, это все хорошо. Когда вы сдадите объект? Полностью. Полностью, да. Когда у вас план? Когда вы сдаете объект? К отопительному сезону будет все пошло. Нет, мне не надо к отопительному сезону, город станет Симферополь. Здесь коллапс будет, вы что не понимаете? Толстого и Роза Люксембург закрыты. Ход работ на объекте контролирует Министерство жилищно-коммунального хозяйства. Однако, по мнению главы республики, приложенных усилий недостаточно. Нужно увеличить темпы и привлечь большее количество людей. Поэтому работа должна проводиться в две смены. Еще человек 20. И может быть, надо будет организовать вторую смену. Ну что, не может быть, а вы организовываете вторую смену. Значит, у вас, я сейчас вызываю всех сюда, к вам. Вторую смену. У вас сегодня должно быть подписано соглашение по второй смене. Я бегать за вами не буду. Сергей Аксенов подчеркнул, теперь контролировать объект будет личный заместитель председателя Совета Министров Республики Владимир Серов, а также голова городской администрации Геннадий Бахарев. Помимо этого, Аксенов пообещал, что внезапные проверки будут носить систематический характер. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ. Ровно 21 день крымчанам запрещено посещать леса. Сегодняшнее постановление Совета Министров Республики будет действовать до 28 августа. Запрет – вынужденная мера, связанная с аномальной жарой, которая провоцирует пожары. В большинстве регионов установлен наивысший пятый класс пожарной опасности. Чтобы избежать возгораний, снизить риск чрезвычайных ситуаций и устранить человеческий фактор лесных пожаров, природные объекты временно закрыты для посещения. Исключение – сквозные проезды по дорогам общего пользования, посещение баз отдыха, детских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз по путевкам, объектов показа и эколого-просветительских объектов в границах особо охраняемых природных территорий и лесного фонда, пребывание граждан, трудовая деятельность которых связана с выполнением работ по охране, защите и воспроизводству лесов, аварийно-спасательных работ, деятельности лиц, осуществляющих использование лесов в соответствии с действующим законодательством. Для контроля за соблюдением пожарной безопасности будет организовано патрулирование горно-лесных массивов. Нарушителей закона привлекут к административной ответственности. Уснул на батуте, проснулся в открытом море. Уроженец Херсонской области трое суток находился вдали от цивилизации, без воды и пищи под палящим солнцем. Чудом его обнаружили крымские пограничники. Чем все закончилось и в каком состоянии молодой человек сейчас, об этом в следующем видеоматериале. Восемь часов утра снялся с якоря, последовал данные координаты, обнаружил у человека на батуте. Принял решение оказать первую медицинскую помощь и поднять на борт. Пострадавшему оказали необходимую помощь, накормили и выдали одежду. Михаил Дорошенко – житель Херсонской области. В поселке Лазурное работал охранником. После смены пошел вздремнуть на причал, заснул на надувном батуте, а проснулся в открытом море. На третий раз вдалеке увидел лодку. Стал снова звать на помощь. Оказалось, что это было как раз судно береговой охраны. Михаила доставили на берег, где его ждала карета скорой помощи. Пограничники передали мужчину медикам. Организм был истощен и обезвожен. Поступил в состоянии средней тяжести. На данный момент состояние стабильное, близкое к руководительному. Сейчас Михаил проходит лечение в стационаре. Благодарит за свое спасение пограничников. Российским пограничникам охраны очень благодарны. Спасибо. Уже сейчас заплачу. Держись. Нормально. Очень, очень хорошие люди. Родственники потерпевшего уже уведомлены о произошедшем. На данный момент решается вопрос об отправке Михаила Дорошенко на родину, передает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по республике Крым. Мэри Бадунс, Служба новостей ТВ, Черноморская. Прорыв дамбы и выход реки из берегов. Именно с этим, по легенде учений, пришлось столкнуться с сотрудником МЧС и Крымскому управлению водного хозяйства. Мероприятие проведено в рамках года гражданской обороны, а также с целью проверки навыков по ликвидации возможных ЧС в республике. ГБУ РК, Крымское управление водного хозяйства и мелиорации, доказало свою готовность к локализации аварий на водных объектах. Для этого сотрудники учреждения совместно с МЧС России по республике Крым провели тактико-специальные учения. По легенде, из-за обильных осадков произошел прорыв дамбы на реке Альма в Бахчисарайском районе. На место были немедленно отправлены специалисты. Начальник главного управления МЧС России по республике Крым отметил, проведение подобных мероприятий является крайне актуальным в современных реалиях. Благодаря приобретенным навыкам будет снижен риск возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах. Помимо этого, крымские спасатели в очередной раз отработали действия при ликвидации аварийных последствий. Нами были проведены тактико-специальные учения на 11 объектах ГБУ РК Крым-Мелеводхоз. В ходе учения были отработаны практические мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть на наших объектах. И к учениям были привлечены 53 человека и 22 единицы техники. Помимо этого, было проверено функционирование и устойчивость систем оповещения, информирование персонала о случившемся ЧАЭС, а также испытаны средства связи в экстренных условиях. Егор Зайцев, Служба новостей и ТВ. Таким видели сегодняшний день наши журналисты. На этом у меня все. В студии для вас работал Егор Зайцев. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok